Привет всем! Сегодня мы общаться с Романом Долидзе, бойцом UFC. Поздравляю с дебютом, кстати. Спасибо. Отличный бой с Абрагимовым. Наверное, не для всех прогнозируемый финал. Слушай, мне многие люди сказали, что вот это было похоже, как будто бы он задумывал хайкик, а пробил коленом. Это так и было? Или все-таки тут чего больше, импровизация или заготовки? Нет, все верно. Конечно, мы готовили хайкик, но он сдвинулся в моем направлении. Я допустил ошибку, опустил руки, я в принципе это знал, но получилось, что он налетел на колено. Но мы планировали делать как раз хайкик гол. То есть не было задумки, такое длинное колено? На самом деле, это так и работает. Если он сближается, он получает коленом. Если он остается на своем месте, получает с голенем. Слушай, колени, ну ты тренируешься в Одессе. Довольно-таки много времени проводишь в Одессе, да? В Одессе лучшая в Украине школа таиландского бокса. Ты пробовал отрабатывать с кем-то из ребят, с тем же Цотной Рогавой, например, и стояли в парах? Когда было время, когда Цотной тренировался по тайскому боксу, да. Но сейчас, конечно, немножко с этим проблемы. Но я езжу, стараюсь развиваться и в разные страны. В Беларуси в этот раз был. Там есть такой Алексей Кудин. Это очень серьезный тайский боксер, чемпион мира по тайскому боксу, по гейбоксингу. Так что и в этот раз получается очень хорошо подготовиться. Ну и весистые такие лоу-кики тоже там были у тебя проходили. То есть я так понял, что акцент был на этом. Отбить ему ноги, чтобы в последствии, может быть, как-то заставить его уже замедлиться. Не, на самом деле мы... Никогда я не планирую бой, потому что он всегда по-другому получается. Поэтому в этот раз мы планировали поработать, посмотреть, что он будет делать. Поработать по ногам для того, чтобы его замедлили. Потому что мы знали, он любит размены идти. Но я и ждал этот размен, чтобы как раз выгнать этот хай-кик. Но он не шел никак. Один раз решился пойти. И в итоге мы сделали, выполнили свою задачу. Слушай, Абу-Даби. Бойцовский остров. Дебют в UFC. Я понимаю, что ты дрался на больших аренах. Я понимаю, что у тебя были титулы. Ты чемпион World WFC и так далее. Но все-таки был какой-то мандраж. Ты вышел и понял, что да, вот я здесь, вот я там. Нет, масштаб чувствовался. Конечно, с первого дня, когда мы туда приехали. Это очень серьезная и мощная организация. Совсем другое отношение к бойцам. Все было в ВИПе от начала до конца. Ну, первый раз в своей жизни я ощущал себя очень спокойно. Даже в WFC я выходил более, так скажем, был на взводе. А тут я спокойно, с пониманием, что я должен выполнить, что я должен сделать. И доработали. Даже сам бой шел очень аккуратно. Вот после боя уже были эмоции. С кем удалось там пообщаться? Потому что там созвездие, в принципе, бойцов было. А кто вас интересует? Со всеми, кто там был. Ну, то есть подходил, спокойно. Все открыты. Да, все открыты, все общаются. Биспинга, который чемпионом был. Сейчас он комментатор комментирует. Со всеми пообщались. Они все понимают, что никто там просто не приходит. Все хорошие бойцы и как одна семья. Вайт после боя как-то подходил, говорил там, парень, продолжай, нам понравилось. После боя я не был. То есть уже я сразу ехал уже отдыхать. Потому что одну неделю я вообще не выезжал с гостиницей. Так что мы не видели уже после боя. Но во время боя, перед боем, было, конечно, отношение. И с ним общались, со всеми остальными ребятами. Что он говорил о твоей весовой категории? Что-то, может быть, не знаю, обещал. Говорил, вот если ты выиграешь этот бой, если ты пройдешь Ибрагимова, тогда мы тебе сделаем бой с тем-то, с тем-то, с тем-то. А вот потом, через полтора года... Таких разговоров не было. Но они уже говорили, что хотят уже меня видеть. Чем быстрее, тем лучше. Через неделю. Но мы с менеджером приняли решение, что нужно пока подготовиться правильно. Потому что в этот раз не получилось запланированное. Я должен был тренироваться в Штатах. Но так получилось, что оказался в Беларуси. Я хочу поехать в Штаты. Определиться непосредственно, где я буду сборы свои проходить. И в каком клубе, и определиться с тренером. Потому что на данном этапе я без тренера. И это очень серьезная проблема. То есть ты к первому бою в UFC готовился вообще без тренера? Да. В принципе, да. Я готовился со своим спарринг-партнером. Странная ситуация. Немножко как бы не совпадение такое. С одной стороны, суперпрофессиональный уровень. С другой стороны, без тренера готовился... Ну, карантин, коронавирус. И не было возможности полететь в Штаты. Я прилетел в Амстердам и попросту не сел на самолет в Соединенные Штаты. Ты в своем весе наверняка присматриваешься к бойцам. Смотришь, кто, как выступает. Кто-то импонирует. С кем-то хотелось бы подраться конкретно? Ну, ребят много. Все нехорошие. Ну, из первой топа, стоп-5, например. Рейс очень хороший. Конечно, хотелось бы с ним попробовать свои силы. Но я понимаю. Логически понятно. Нужно какие-то ступеньки пройти, которые мы обязательно пройдем. А потом уже будут разговоры о серьезных боях. Больших. То есть пока конкретнее по поводу следующего турнира никто не решает? На самом деле уже были предложения. Но поскольку мы не готовы через неделю, очень не хотим. Ты выбираешь? Нет. Ну, менеджер решает с ними вопросы, когда мы готовы выступать. И все. И кто на это время свободный. Слушай, я знаю, что немножко сменим вообще тему. Нет проблем. Я знаю, что ты серьезно занимался футболом. Играл в чемпионате Турции. В дублирующем составе, я пускай, но все-таки в команде, которая как бы имела там перспективу Еврокубки. Получается, что ты зарабатывал где-то, наверное, от 3 до 10 тысяч долларов в месяц, возможно, получал. Да, было. То есть ты получал где-то вот такие вот деньги, которые получить в Украине. Заработать боями практически невозможно, либо нужно выйти на очень серьезный уровень чемпионата. В Украине. В Украине. И имейте в виду украинская организация. Да. Вот ты выступал в ВВФС, да, в лиге? Да. Ты там получал, ну, вряд ли с первого боя там 3-5-7 тысяч. Нет, с первого боя не было. Но последние мои бои хорошо были оплачиваемы. Плюс организация у нас была своей договоренности, по которым я получал ежемесячные выплаты. Так что я не был. У меня было все хорошо, за что я благодарен организации, всей управляющей верхушке, которые действительно... Но тебя верили, это чувствовалось. Верили. Верили, надели, что ты можешь прибавлять постоянно. И они мне помогали с моей подготовкой. В принципе, я ничего, кроме хороших эмоций и воспоминаний об этой организации говорить не могу. Был всегда доволен. И всегда, в принципе, договаривались. И взаимопонимание было у нас. Я помню, как ты после очередной своей победы в Киевском, в конце спорта, выскочил и там показал, что ты хочешь бой за пояс. Потом пришел этот бой за пояс. То есть это как-то повлияло, наверное, да? Я не знаю, но я понимал, что я самый интересный и зрелищный был на тот момент в организации. И я был готов уже к хорошим соперникам. И мне... Я просто не удовлетворял мне вот эти ребята, которых мне давали. Они были не очень сильными. И как раз этот скачок, когда уже начали давать хороших оппонентов, и повлияло на то, что я получил контракт в UFC. Ты чемпион по грэплингу. Скажи, вот на чемпионате мира, например, по грэплингу уровень бойцов, если сравнивать с профессиональными лигами, пускай не UFC, но вот такими крепенькими, скажем так, сопоставим? В грэплинге? Да. Я думаю, они могут и легко выиграть в грэплинге почти всех в UFC. Потому что бои и грэплинг это разные вещи. Но есть, конечно же, чемпионы мира по грэплингу, по бразильскому джиу-джитсу, которые дерутся, выступают тоже в UFC. И вот с ними были бы проблемы. А как вообще относишься к тому, что сейчас фактически доминирование борцов в ММА наблюдается во всех практически весовых категориях? То есть как бы есть Хабиб, который победил Макгрегора и как бы вообще поставил вопрос о будущем этой организации, потому что она держалась на культе Макгрегора. И тут появляется Хабиб, который смел чемпиона. Есть другие ребята, тоже там, олимпийские чемпионы, побольные. Ну я хочу заметить, что да, единственный такой ярко выраженный борец это Хабиб, но остальные ребята все-таки стараются выигрывать и ударная техника. Потому что все понимают, что за ударной техникой будущее люди понимают, людям логически ударная техника понятна. Они понимают, ударил, упал, ударил, нанес какой-то ущерб. Да. А результат. Достижение результата не всегда совпадает. Но эти же борцы, они в основном выигрывают ударной техникой. Сихуда. В том числе и. В том числе и, но в основном они бьют. Тот же Даниил Карми, тот же Сихуда. Сихуда это олимпийский чемпион по вольной борьбе. Но он бьет, Карми бьет, все бьют. Ну, тут вопрос, мог бы он без вот этой базы своей, без олимпийской, без фантастической подготовки, блестящей техники вот достичь того уровня? Да. Я думаю, как раз в этом и секрет. Что секрет этих ребят, они с детства физически готовы, а потом уже сверху наслаивают, нарабатывают ударную технику. Борца легче научить бить, чем ударника бороться. У тебя с кем-то есть уже такие дружеские, товарищеские отношения? Потому что в UFC есть представители и Украины. Марина Мороз, например, есть ребята из соседних стран. Да, Александр Скольчук есть, еще недавно подписал контракт. Кстати, вот не могу тебя не спросить по поводу Скольчука. Почему он не дрался? Есть какая-то Александрская формация? Я не знаю, это для них секрет. Нам всем непонятно, мы ждем, что он расскажет. Все ждали дебюта. Конечно, это очень важно. Я слышал, опять же, что может быть у него была такая история как у тебя, более жесткий допинг-контроль в UFC, чем у нас в Украине. И, соответственно, где-то что-то не рассчитали, не вовремя. Давайте не будем заранее ярлыки какие-то клеить. Посмотрим, что скажут и посмотрим. От этого будем отталкиваться. Очень хотелось увидеть, честно говоря, эти минуты Саши. Чем больше будет украинцев, тем лучше. У нас очень много хороших ребят, которые могли бы достойно представлять Украину. Это, я думаю, много спортсменов в будущем будут достойно там выступать. Слушай, я знаю, что ты учился в духовной семинарии. Был такой опыт в твоей жизни? И с чем он связан? Это твой собственный выбор, либо родители как-то повлияли на тебя? Время было в Грузии очень сложное, и родители решили отдать мне то, чтобы я получил достойное воспитание. Я думаю, это сыграло очень важную роль в моей жизни. Ты считаешь себя верующим человеком? Лучше не ответить на этот вопрос, потому что я очень поменял свое видение. Я не хочу людей огорчать. Только это не заставляйте очень хорошо. А то мои преподаватели там бьют меня. Грузия религиозная страна, даже в стране с Украиной это чувствуется? Да, гораздо более религиозно. Я так понимаю, что воспитание влияло на тебя. Ты вообще сильно зависел от родителей? Я, можно сказать, и сейчас завишу от родителей. У нас… Это авторитет. У меня лично, да. Это родители, это авторитет. И зависимость не в том плане, что он мне указывает, что мне делать. А зависимость я стараюсь быть достойным сыном, достойным сыном родителей, достойным сыном своей стороны, представителем этой страны в других странах, в Украине в частности. И это огромный тяжелый труд, тяжелый вес, ноша, который, в принципе, заставляет постоянно оглядываться назад. Подписание контракта с UFC как-то повлияло вообще на твою личную жизнь. Ну, например, там, решил отложить женитьбу, например, и выступить, пока не стану чемпионом. Какое-то такое есть? На самом деле для многих ребят UFC, я понимаю, это вершина желаний. Но для меня это никогда не было самым главным. Я не мечтал быть бойцом UFC. Я ставил себе цели, когда пришел в MMA, раз уже я этим занимаюсь, быть лучшим в том, что я занимаюсь. Поэтому попадание мое в UFC уже показывало мои достижения, мой уровень. То же самое, попав сюда, я планирую быть лучшим, выступать с лучшими ребятами. Но в жизни есть много других целей, много других задач, которые тоже параллельно стараюсь выполнять. И однозначно бои – это не самое главное в жизни. Но я думаю, что когда ты делешься на таком уровне, то на что-то другое, наверное, уже сложно находить время. Или это миф? А что, например? На что другое? На что? В семейную жизнь, например. То есть выстраивать семью, отношения и так далее. Как у тебя с этим? Ну, с этим никаких проблем нет. Я думаю, что это лишь отговорки. Давай детали. Я сторонник. Я сторонник. Я не люблю это рассказывать. У тебя куча девушек поклонились. Поэтому и не любишь? Я сторонник, чтобы бойцы, спортсмены развивались не только в спортивном направлении. Я сам тренер. У меня много учеников. Я не люблю спортсменов, которые только думают о своих мышцах, только думают о своих физических возможностях и не развиваются умственно. Это путь в никуда. Современный спорт, современные ММА в частности – это не только мышцы, это не только победы, но и возможность продавать свои бои. Если ты не умеешь разговаривать, не умеешь общаться с публикой, ты не будешь продавать бои. И яркий пример этому – это Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Хабиб – это чемпион, настоящий заслуженный чемпион. Конор – это парень, который не настолько хорош в спорте, но умеет хорошо продавать бои. И он зарабатывает, проиграв Хабиба, он зарабатывает больше. И вот вам и ответ. Современный спорт – это уже совсем другое. И нужно развиваться и быть успешным не только вышел, победил и все, на этом закончил. Это неправильно. Плюс, очень справедливость ради нужно сказать, что 0,01% достигает каких-то высот в спорте, и еще меньше процентов достигает финансовой независимости благодаря спорту. И не все ребята, соответственно, пришедшие в ММА попадают в эти проценты. Поэтому у человека всегда должна быть возможность, если не получается в спорте, состояться нужно в этой жизни. Ну и даже в боях сейчас, по правилам ММА, на самом деле, мне кажется, тоже без интеллекта очень сложно, потому что есть очень много вариантов. Нужно принять вовремя единственное верное решение для того, чтобы победить, для того, чтобы двигаться вперед и становиться лучше. Потому что, если ты неправильно сориентируешься где-то, ты можешь потерять все. Ну, условно все, конечно, в спортивном плане. Да, да, абсолютно верно. И плюс я лично свою жизнь вижу не только в спорте. Но и нужно понимать, что нужно состояться как мужчина, нужно состояться и в других вопросах, которые тоже очень важны и имеют для меня важную роль. Я хочу быть полезным обществу, в котором живу. Я в Украине стараюсь различными социальными мероприятиями заниматься. Не могу это делать в Грузии, потому что я там не нахожусь. Но когда бываю, всегда стараюсь ездить, показывать, общаться с детьми. Поэтому есть много аспектов, в которых я успеваю этим заниматься. И не считаю, что это мешает мне в каких-то тренировках. В нужное время я сажусь, улетаю в Штаты и готовлюсь. Хотя я оттуда стараюсь транслировать свои мысли, как я это вижу через свои социальные сети и тому подобное. Мы видим, что европейское ММА, американское ММА – это трэш-токинг. Это очень много того, что нам не свойственно. К сожалению, к нам это тоже приходит и люди стараются подражать. И это тоже определенная ошибка, потому что я считаю, что секрет успеха любого спортсмена – это в его уникальности. В том же уникальности манеры поведения и способности донести свое видение какими-то другими способами, не свойственными другим ребятам. Ты вспомнил Хабиба, вспомнил Конора. Ты общался с кем-то из них, знакомый лично или пока только наблюдаешь за их деятельностью? Нет, не знаком ни с одним, ни с другим, но с Хабибом у нас один менеджер. И иногда бывают какие-то общие вопросы. И он же менеджер Доскочука, насколько я понимаю. А вот этого я не знаю, если честно. Я вот не помню. Может быть. Ну, окей. Хорошо. Оставим это. Еще хотел вот тебя узнать. Ты почувствовал себя популярным в Украине и, может быть, не только в Украине. Когда? Это был первый турнир, первый пояс. И что изменилось в твоей жизни? В общем, моя спортивная жизнь началась в Украине. В Грузии ее не было. Я ни разу в жизни не выступал в Грузии ни по ММА, ни по борьбе. Все, что я делал, достигал в Украине и благодаря Украине, за что я безумно и благодарен. Я всегда называю, что это моя вторая родина и смело об этом говорю. Соответственно, первые шаги популярности и первые, так сказать, фанаты у меня были в Украине. А в Грузии начали меня видеть, замечать только тогда, когда я стал выступать по ММА. Потому что им оно понятнее, чем борьба. И после этого, конечно, в Грузии уже больше поклонников оттуда. Но и Украина, например. Я приехал, прилетел, вчера прилетели в аэропорту Пограничник. Я в маске был, в очках. Я не знаю, как он меня узнал, подошел, поздравил, попросил автографа. Это было удивительно. Девушки пишутся в сетях? Ну, без этого как. Ты как-то реагируешь? Есть шанс у какой-то красавицы, увидевшей твою эффектную победу, в том же UFC написать тебе? Нет, почему? Я достаточно общительный. Я же часто выхожу в прямые эфиры. И когда задают вопросы, я, в принципе, со всеми стараюсь общаться по возможности. Ну, сейчас конкретно, после боя, столько сообщений, что я физически не могу смотреть их. Особенно Facebook. Там грузины буйствуют. Гордятся тобой, правда? Да. Там будут грузины и Facebook. То, что направлено конкретно на целевую аудиторию грузинскую. Там бывают и по 400 тысяч на видео, и по очень серьезной охвату. Ты был футболистом долгое время. Сколько тебе было лет, когда тебе сломали уши? А вот это, по-моему, уши у меня сломались очень быстро. И я понял, что я не хочу сломанные уши. А некоторые стараются сами себе? Да. Я понял, что я не хочу. И я ходил к врачу постоянно, чтобы он как-то это убрал, вылечил. И дошли до того, что они мне резали уши, ставили дренаж, чтобы все вытекало быстро. Потому что я точно не приветствую и не хочу, чтобы у меня топорины. Я знаю, что ребята хотят, чтобы их ассоциировались с агрессией, со спортом, с борьбой. У тебя и так достаточно брутален, да? Не знаю. Я об этом не думаю. Просто мне это не нужно было. Никогда не стремился. Драться в жизни приходилось? Приходилось. Наверное, стандартный вопрос. Но все-таки человек крупный. С другой стороны, кто к тебе полезет? Ты не маленький, да? Иногда в машине не видно. Иногда в машине не видно, что ты крупный. Иногда они этого не видят. Потом уже замечают, когда выходишь. То есть иногда можно просто выйти из машины? Наверное, все замечали, что я во время боя очень вспыльчивый. После боя особенно. После победы. В жизни я стараюсь быть другим человеком. Но точно такие же эмоции меня овладевают, когда я нервничаю, когда я злюсь на что-то. Поэтому, да, бывают такие эмоции. Хлестываются наружу. Но стараешься контролировать. Ты же понимаешь, что ты профессиональный боец. Очень стараюсь. И это как бы твой бизнес, это твои деньги, в конце концов, твое здоровье? Да, да. Ну это мое имя, мой имидж. И имидж. Да, потому что, как я уже говорил, я не вижу себя только лишь в спорте. Со временем придет время, я буду чем-то другим заниматься. Я уверен, что не менее успешно. Спасибо, Сташа, пришел к нам. Спасибо. Спасибо за разговор. Благодарю.